Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? И в конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас на начало месяца – карта правосудия, карта справедливости. Карта ваша, это, как говорит так, карма, да? О чёткость, о ясность, о какие-то ситуации, которые вы проходите, но это должны вы проходить, потому что, знаете, как говорится, есть такой период в нашей жизни, когда мы должны что-то отработать, да, покармить. Вот у вас тоже такое. Но посмотрите, это ещё карта может говорить о каких-то документах, о каких-то договорах, ну, договорах, которые нужно подписывать. Но вы должны понимать, что в начале месяца вы должны быть справедливы по отношению к себе и по отношению к другим людям, потому что высшие силы будут на это, да, за это наблюдать. Давайте посмотрим следующая карта, да, и поймём, что это касается. У нас следующая карта для вас – это Туз Пентакли. Туз Пентакли – это то, что вы заслуживаете. Это может быть, как я говорила, подписка каких-то договоров в работе, новая работа, какие-то получения новых финансов, которые вы ждали. Но это то, что вы заслуживали, то, что вы уже по вашей стабильности, вы должны это получать. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас на начало месяца – это Король Жезлов. Король Жезлов говорит мужчина именно в первую очередь о вас. Это ваша благородность, это ваше знание, это ваше понимание, это ваша, знаете, стабильность, которую вы можете, да, уже то, что вы заслужили, уже это получить, да. Женщины, если у вас есть, да, вы в отношении, это ваш мужчина, это ваш мужчина, который может вам, да, помочь, который вам может порадовать чем-то, потому что будет вот в начале, да, благородное по отношению к вам. Женщины одинокие, у вас могут быть встречи, да, с таким человеком, но это вас по судьбе, да, могут быть. Мужчины – это вы сами, да, должны, знаете, порадовать в начале месяца, потому что здесь очень такие карты, да, когда, знаете, судьба говорит, «Будьте благородны по отношению к вам и по отношению к другим люди и высшие силы, да, воздаться вам это в 10 раз, да, по Тузу Пентакль об этом не говорится». Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, это «Шестерка мечей». «Шестерка мечей» говорит о том, что вы уже уходите от каких-то ситуаций, проблем, каких-то, да, знаете, может быть даже мысли какие-то у вас, которые, вы их оставляете, да, в прошлом, да, вы идёте к новым берегам, да, это может быть для некоторых, может быть даже касаться какая-то дорога, да, может у кого-то будет касаться по поводу финансы, продвижения, да, но то, что у вас идёт что-то в новое, это однозначно, который говорит, это ваша судьба уже, да, отталкивает, да, отталкивает, чтобы вы и шли вот как-то в новое что-то. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца, это карта суда. Знаете, сгорит дотла и возобновится заново. Эта карта говорит, что вы себе восстанавливаете, вы себе собираете заново, вы взлетаете, как птица феникса заново. Но ещё по этой карте я очень люблю говорить, начинай, да, как маленький ребёнок, первые шаги, да, после, да, вот падения, да, бывают и взлёты. Так и у вас вот это и касается, мои дорогие близнецы. Это может быть даже очень хорошо по карьере, по финансы, по каких-то документам у вас будет, да, на вашу, как бы, сторону. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине, карта дьявол. Но будьте аккуратны, женщины, потому что здесь могут быть искушения с каким-то мужчиной. Мужчина, это будет, может быть, это ваше искушение, это ваши какие-то зависимые. Поэтому стараемся ничем не искушаться и сделать какие-то правильные шаги, делать какие-то правильные, ставить себе цели. Просто постараемся, да, хочу сказать, мужчины, которые во отношении, да, имеют семья, стараемся не входить в треугольник, а потому что здесь могут быть, да, для женщин это тоже предупреждение, что может быть человек не будет свободный, да, и вам всё-таки нужно как-то от этого остерегаться. Да, давайте посмотрим, да, следующая карта на конец месяца для вас. И что эта карта говорит? Карта звезды, карта исполнения желания, карта исполнения вашей мечты. Вы уже достойны получить, близнецы, то, что вы заслуживаете. К чему вы стремились до сих пор, да, у вас исполняется. Но самое главное, постарайтесь ничем не искушаться, постараться дать себе понятие, что этого не стоит, уже в вашей жизни не должно это быть, потому что здесь у вас всё налаживается, и как будто вас хотят, да, сбить с правильного пути, сбить с того места, где вам, вот вам по судьбе это быть. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на конец месяца, король кубков. Король кубков, да, мужчина и женщина, может быть, хочу сказать такое, что это ваша, знаете, любовь, это ваше чувство мужчины, а женщина, это может быть встреча между двумя человеком, да. Здесь может быть, смотрите, женщина, здесь может быть вначале знакомство с мужчиной не свободного, и мужчина тоже, наоборот, да, который имеет отношение. И ещё могут быть под конец встреча с другим мужчиной. Здесь у вас может быть касаться выбора, да, и здесь нужно посмотреть, потому что будет, да, какое-то искушение, чтобы вы не делали правильный выбор. Поэтому даже те одинокие женщины и мужчины, да, стараемся ни к чему не спешить, потому что то, что вы заслуживаете, то и вы получите, да. Давайте посмотрим карта совета, и что вам высшие силы советуют для вас. И карта совета десятка жезлов. Десятка жезлов, я об этом и говорю. Для того, чтобы вы не сделали, не закрылись в своей дороге, ещё хочу сказать, те, которые работали последние годы на собой, почистили себя, проработали себя, восстанавливали, усиливали свои энергии, посмотрите, чтобы вы не входили в каких-то отношений, которые они вам не нужны. И этим, если вы зайдёте в таких отношений, вы закройте свои дороги, вы опять, вы закройте свою, да, а опять карма вас будет за что-то, можем говорить, как гумерам наказывать. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, да, как этот месяц, потому что у вас идёт уже, открываются пути, но хотят, чтобы вы были искушены, да. Как говорится, судьба будет нас проверять, высшие силы будут проверять на вашу стойкость, да, как вы будете себя вести. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.